Понимаете, ребята, здесь вот тоже поморы, поморская культура, там поморская деревня, почему поморский, вот музей поморского быта, почему я вот это все делаю, почему мне это все близко, потому что я здесь доказываю, показываю, что все это рождено было не где-то. Вот он пришел, я говорю, новгородский крестьянин или там псковский, и он стал промышленником, и он должен здесь сообразить, что оказывается лодку вытащить, вот так мы четвером не вытащим, а с помощью ворота один человек вытащит. Он должен, вначале, сделать покоти, он должен здесь, он пришел к выводу, что надо сделать вот такие вешала и вот такие вешала, что сети лучше хранить в сетнице, не в амбаре, почему? Потому что продувает лучше, и мышь не залезет. Если бы дали помору свободу, поверьте, рыбы было в магазине бы, вот так, всего бы было, и ламинарии, и мясо, только дай свободу, вот как вот дали в 90-х годах, помните, когда-то только началась перестройка, все начали что-то делать, все начали что-то производить, там минимум налоговая пресса, минимум чиновники еще не проснулись, куча всяких. Если ко мне сейчас стучат, заходят люди в камуфляже, спрашивают, кто? Рыбинспектор. Через какое-то время опять стук, опять в камуфляже, кто такие? Морская, ФСБ России, я говорю, вы с какого перепугу здесь? Морская инспекция. Ладно, сейчас опять морская инспекция архангельская, опять ФСБ. Стучат в камуфляже, заходят, кто такие? Пожарники. Я говорю, вам чего здесь надо? А вот нам, вот у вас печка стоит, видите? А вон там лес. А вдруг у вас пожар, и ветер будет попутный, и лес зажгете. Понимаешь? И вот это бесконечное. О каком промысле, о каком будущем можно говорить? Слушаем.